всем привет в этом видео я продолжу тему зарплат в германии в различных областях сфера скажем так услуг и сегодня по просьбе подписчиков я затрону буквально на коротке тему зарплаты людей занятых в спорте а именно фитнес тренеров кроссфитеров и так далее начнем с того что любая качалка содержит здесь огромное количество различных тренажеров якобы супер модерновых и так далее и есть в этих качалках тренера персональные тренера и обычные общественные скажем так то есть которые работают там целый день заняты тем чтобы помогать людям ознакомлюсь с тренажерами если они этого не знают как один или другой тренажер функционирует помогать правильно делать упражнения предлагают различные программы и так далее так вот эти тренера на девяносто девять процентов состоят из студенческого состава то есть люди учатся в институтах и подрабатывают себе в в этих спортзалах зарабатывая себе более-менее на жизнь стипендия у них в институте только у тех кто учится на одни единицы все же остальные получают от государства называется такая вещь бофёк то есть как бы форсирование твоих поток к знаниям порывов к знаниям но жить хочется и поэтому многие работают где угодно и некоторые приходят работать в спортзал и огромная сеть спортзалов макфит в этой сети очень много тренеров студентов и они работают получают за свою работу от 900 до 1200 евро в месяц это работа как бы на полставки и они при вычете всех налогов получают такую вот сумму персональные же тренера они немножечко зарабатывают побольше чем вот эти вот студенты тренера то есть эти персональные тренера работают с определенным количеством клиентов у них расписана программа на месяц вперед с кем он работает по сколько часов и эти клиенты оплачивают уже из своих скажем так премиальных абонентов абонентских вот этих вот членских взносов зарплату этого персонального тренера то есть они заключаются мне контракты и эти тренера получают зарплату уже как бы через банк от этих людей плюс от самого спортзала то есть у этих тренеров зарплата уже повышается ну где-то евро на 300 400 то есть один персональный тренер в обычной качалке под названием макфит получает персональный тренер получает где-то 1700 1800 преимущество этих таких вот занятостей в спортзалах состоит в следующем эти тренера качаются там круглосуточно скажем так пользуются всеми услугами этого тренажерного зала пользуются всеми компотиками энергетиками всеми вот этими протеиновыми биодобавками которые там раздаются на регистрации когда люди приходят отмечаются что он пришел сегодня позаниматься он получает допустим в свою пустую бутылку ему наливают какой-то энергетик или какой-то вот протеиновый напиток то есть уже размешано вот это вот баргамоте протеины и анаболики вот и они всю эту фигню получает естественно бесплатно это все входит как бы в счет но они получают примерно 1700 1800 максимум в месяц другие же тренера которые работают допустим в спортзалах где занимаются кикбоксом или тайским боксом эти тренера работают там не ежедневно то есть не целый день они работают там по вечерам и по выходным дням то есть где-то им нужно пять дней в неделю работать чтобы получать деньги для жизни и покупать себе продукты питания то есть такие тренера допустим крутой кикбоксовый зал galaxy там есть несколько тренеров и они работают по вечерам и по выходным дням зарабатывают они конечно маленькие деньги потому что если бы они действительно зарабатывали хорошие деньги даже если бы они были персональными тренерами то они все равно вынуждены ходить куда-то работать на какие-то фирмы допустим вот у меня мой коллега по работе лео бернегер четырехкратный чемпион европы бывший чемпион мира по тайскому боксу он у нас работает на фирме он у нас работает и работает одновременно тренером и рефери на ринге по тайскому боксу то есть если бы ему хватало денег чисто от тренировок то он бы не приходил не работал где-нибудь еще персональный тренер такой вот персональный тренер как вот допустим лео или еще кто-то допустим у нас есть еще один спортзал их спортзалов много просто беру сейчас вот выхватываю из всего количества то что к примеру может показаться вам интересным fight fusion там люди позиционируют себя как тренера чемпионов и тренера микс файтеров ежемесячная оплата абонентских взносов там ужасно дорогая по моему около 200 евро с человека там эти тренера получают в зависимости от стажа работы и от категории тренерской категории получают зарплату от двух до трех тысяч в месяц там эти тренера работают по полдня начиная с обеда и семь дней в неделю боксеры борцы карате это увы не котируется на сегодняшний момент как хорошая рабочая занятость то есть очень много тренеров по боксу работают в различных клубах в различных секциях но как частники или как допустим вот на общественных началах то есть за свою работу эти тренера получают буквально копейки поэтому они работают где-то еще чтобы не остаться голодными нет такого понятия здесь что человек допустим тренер по той же легкой атлетике он будет работать с утра до вечера и будет получать хорошие деньги здесь такого нет все тренера абсолютно все тренера работают где-то еще чтобы прожить и получить деньги на оплату своих коммунальных услуг к той квартире где они живут на оплату продуктов питания на оплату своих нужд потребностей которые у них возникает в течение месяца допустим да все что необходимо то есть конкретно связать свою жизнь со спортом и идти только как спортивный тренер по жизни здесь невозможно это здесь можно сказать люди счастливчики у которых звезда павел бугорит до бундес тренера например или тренер какой-то супер-пупер какой-то футбольной команды или тренер какого-то чемпиона по микс файта это действительно счастливчики которых можно по пальцам сочетать вот например к таким относятся дочь знакомая одна моя знакомая дочь ведущего физиотерапевта немецкой команды немецкой футбольной команды сборной по футболу она работает тоже физиотерапевтом как ее отец она частница она ездит в москву в ригу в таллинн в другие города в эстонию и у нее есть свои клиенты свои частные пациенты с которыми она работает то есть она в год делает 45 поездок остается там в том городе на две на три недели работает с этим пациентом лечит его делает ему массаж проводят различные профилактические с ним упражнения работы и так далее и за счет этого она живет то есть в год около пяти максимум шести поездок по разным городам с разным странам я за счет этого она живет сколько она получает в месяц я спрашивать ее об этом не решился потому что во первых это некрасиво и показывает невежество по отношению к другому человеку я уже говорил и повторюсь еще раз что здесь в германии не принято спрашивать у людей открыто сколько ты получаешь зарплаты вот именно конкретно по тематике спорта приблизительно сколько получают тренера вы не думаете что если к примеру кто-то работает фитнес тренером то он загребает сумасшедшие деньги нет человек живет можно сказать в проголодь и человек живет в долг у государства что такое жить в долг у государства я в одном из предыдущих видео уже вам рассказывал если вам понравилось видео ставим лайк делимся видео с друзьями подписываемся на канал оставляем свой комментарий с вами был я владимир казарчук автор канала удачи всем пока